Всем привет! Сегодня у нас хорошие новости. Буквально недавно разработчики анонсировали наконец-таки выход нового DLC. DLC будет называться Смерть на Висле. Это одно из трех DLC, который включает в себя исторический набор. То есть для владельцев исторического набора оно будет совершенно бесплатно. Для всех остальных, не знаю, будет ли оно продаваться отдельно или только в составе исторического набора, пока что, по крайней мере, и такой информации в магазине нет. И отдельно этот DLC пока еще не появилось в продаже. Итак, что же будет в себя включать этот DLC и обновление в целом? Ну, первонаперво мы видим новую динамическую кампанию, 4 новых дивизии, доступные для игры в мультиплеере, 200 плюс новых юнитов, 4 исторические битвы и плюс бесплатный контент. Листая новость чуть дальше, мы сразу же видим, разработчики сошли с козырей. Мы видим тут штурм Тигр. Это Йилда стреляет 380-миллиметровыми реактивными снарядами. Поистине мощная штука, уже потестировали ее на закрытой бете. В общем-то, по характеристикам, это самый мощный вообще юнит в игре по фугасу, по фугасному воздействию, по урону. В общем, агрегат, конечно, зверский. Ну, 380 миллиметров, как-никак. Чуть дальше, листая новость, мы обнаруживаем тот исторический период, который будет описан в исторической кампании, динамической кампании, которую, кстати, тоже будем проходить. В общем-то, с 17 октября возобновим прохождение кампании. Дело в том, что это обновление также затронет и общую переработку интерфейса, а также искусственного интеллекта в компании Генерал Армии. Как раз-таки пройдем новую кампанию динамическую за Советский Союз и начнем прохождение за немцев. Пройдем старые кампании за немецкую сторону и посмотрим, как поменялся искусственный интеллект. Ну и, соответственно, пролистывая новость, в конец мы обнаружим как раз-таки те 4 дивизии, которые нам станут доступны. Да, кампания будет называться Прага у нас. Те 4 дивизии, которые нам станут доступны в мультиплеере, а именно, 5-я танковая дивизия SS Viking, довольно знаковая дивизия для Восточного фронта. Парашютно-танковая дивизия German Gehring, ну, не обольщайтесь на то, что тут написано парашютная, парашютистов там не будет, это танковая дивизия, которая подчинялась Люфтваффе. Но, по своим характеристикам, это будет некая смесь такая пехоты, пехотно-танковая дивизия, я бы так сказал. За красных нам станет доступна армия Краева и 1-я польская пехотная дивизия имени Таддаёша Костюшка. Ну, 200 плюс новых юнитов, 4 исторические битвы и 2 эксклюзивных аса. Это у нас Пантера А, и Карл Николуси Лек, и Як-Панзер Хвата. Я думаю, поляк. Также, также, также с выходом DLC нам станут доступны новые карты, ну, это, соответственно, будет доступно всем. Более того, разработчики также обещали добавить в игру обучение, соответственно, как я уже говорил, переработанный интерфейс и улучшен искусственный интеллект в динамических компаниях, плюс умные приказы, которые позволят новичкам разгрузить микроконтроль, то есть, можно будет отдавать приказы группе юнитов, и они будут действовать самостоятельно. В общем, там очень много интересного. Я надеюсь, что разработчики мне позволят примерно там за два дня показать вам весь этот контент, и вы уже сами решите, покупать его или нет. От себя могу совершенно точно сказать, что четыре дивизии, которые будут выходить, они будут достойны вашего внимания, потому что это реально качественные дивизии. Мне, по крайней мере, все четыре из них понравились. И, как ни странно, больше всех из них понравилась армия Краева, но именно по компоновке и по, скажем так, интересности геймплея. За нее очень интересно и сложно играть, но, тем не менее, очень интересно. Вот такие вот новости, ребят, ждем 17 октября. Возможно, опять-таки, попрошу разработчиков дать возможность вам чуть-чуть пораньше показать весь этот контент. Если они разрешат, то, соответственно, увидимся даже с вами чуть раньше, чем 17 октября. Всем спасибо за внимание, увидимся в следующих роликах. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok.